Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу снять для вас видео об уходовых процедурах собаки. Мы с вами сегодня все это сделаем на практике. На моем канале уже было видео теоретическое. Сегодня я вам все покажу на примерах. Мы подстрижем коготочки, прочистим глазки, почистим зубы и, конечно же, вычешемся. Надеюсь, что вам это видео будет полезным и интересным. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Процедура, которую мы выполним, будет, конечно же, чистка глазок. Так, один я уже прочистила, сейчас я покажу вам, как я это делаю на примере второго. Вообще на флакончиках всегда написано, как правильно использовать то или иное средство. Здесь, например, написано сначала удалить сильную грязь, а потом уже прочистить лучше. Но я сильную грязь на заданных глазах своей собаки не допускаю, поэтому делаю всегда один раз. Смачиваю ватный диск. Извините, мне просто не очень удобно, потому что я еще камеру держу. Хотя, все надо делать очень аккуратно, не забывайте, что это глаза. Хать, не прячься, пожалуйста. Она вообще процедура гигиенические не любит. От внешнего уколка глаза к внутреннему. Очень аккуратно, мягко и плавно. Так. Если у вас порода слезоточивая, то вам такую процедуру нужно делать каждый день. Все, посмотри в камеру. У нас просто течка, поэтому мы отвлекаемся сильно, да, Хать? Ну вот, смотрите, какие у нас получились глазенки симпатичные. Дальше мы с вами, конечно же, будем нашу собачку вычесывать. Для этого я использую пуходерку и можно использовать вот такую резиновую щеточку. Ее, кстати, лучше использовать перед купанием. Расчесываю я собаку против шерсти сначала, потом по шерсти удаляю то, что уже, ну, как бы выпало. Одной рукой не очень удобно, но, в принципе, вот аккуратно вычесываем. И потом провожу вот так сверху вниз, для того, чтобы эти все волоски удалить. Обычно я, кстати, вычесываю ее на улице, но сейчас мы гуляем в костюмчике чаще всего, поэтому приходится дома это делать. Ну, пока шерсти не особо много, потому что все-таки пока она еще не в линьке у меня. Она линяет попозже. Так. Холочку обязательно. И то же самое здесь. Что касается вот этой массажки, она ее любит. Очень аккуратно, она прям балдеет, видите. Пузико можно почесать. Видите, она как выстраивается сразу. Ну, я глажу обычно ее здесь, эта щеточка, это очень приятно. Можно еще вот такие движения делать. В общем, эту щетку собака любит. И я вообще не видела никогда собаку, которая не любила бы эту процедуру. Следующим шагом мы с вами будем чистить зубки. Для этого я беру вот такую щеточку от клини. От этой же фибмы беру зубной гель. И сразу же приготовлю вот такую вкусняшку для того, чтобы собачка сама потом прочистила задние зубки. Так как чистить щеткой она очень с трудом дается. Но вы сейчас сами... Сейчас я вам все покажу. На камеру буду делать все это не так тщательно, как на самом деле. Чуть-чуть быстрее. И чтобы вас долго не задерживать. Это очень сложно прочистить ей зубы. Поэтому обязательно даю погрызушку потом. Для того, чтобы она сама все-таки удалила все налет какой-то и другие загрязнения зубов. Важнее всего чистить зубки, которые у собаки растут за клыками. Следующие. То есть на них чаще всего образуется налет. Хать, ну-ка подними голову. Так, вот я ее фиксирую между ног. Ну-ка. Кстати, у нее раньше была такая мулька. Знаете, она постоянно, когда я ее чистила, начинала чистить зубы. Теперь нижние. Она всегда, в общем, у меня зевать начинала. Да, это правда. Она сейчас это тоже иногда делает. Но сейчас уже реже. Огромная проблема прочистить зубы собаки. Возможно, это потому, что я не приучилась щенячьего возраста. Это, конечно же, мое упущение. Но я думаю, смысл вам ясен. То есть по чуть-чуть самое главное прочистить зубки, на которых скапливается налет. То есть на передних, если ваша собака особенно кушает сухой корм или какую-то твердую пищу, то есть погрызушки вы ей даете часто, то налет, как правило, не образуется. Но самое главное потом после чистки дать ей вот такую погрызушечку, для того, чтобы она все остальное сама прочистила. Вы посмотрите на нее. Видите? Это она обиделась, наверное. Будешь, нет? Иди, грызи. Все, зубки мы с вами почистили. Осталось только подстричь коготочки. Итак, коготочки своей собаки я подстригаю практически всегда на влажную. Я мочу лапки, подстилаю полотенце на стиральную машинку и начинаю подстригать. Сейчас я вам все это покажу. Для чего я лапки мочу? Для того, чтобы мне было удобнее сдвинуть вот эту шерсть, и мне она не мешалась. Нужно смотреть подстригание коготочков в зависимости от времени года, потому что, естественно, летом подстригать собаки лапки нужно пореже, потому что, ну, как вы понимаете, они стачиваются об асфальт гораздо сильнее, чем об какой-то замерзший снег, который у нас сейчас на улице, или уж тем более по лужам, когда собачка ходит. Сейчас я вам покажу. Я ее вот так чуть-чуть обычно обнимаю. Так, отодвигаю шерсть. Все знают про пульпу, которую ни в коем случае нельзя срезать. Можно водить собак в ветклинику, но... Сейчас вам расскажу одну историю. У меня одна знакомая водила кошечку в ветклинику, и она, значит, рассказывала, как они подстригают когти там. Они срезают вместе с пульпой. И это, конечно же, ужасно. Я ей советую так никогда не делать и не водить свою собаку в ветеринарную клинику, потому что никто не будет переживать так за вашу собаку, что вы ей там что-то отрежете, как вы сами. Если же вы все-таки, не дай бог, срезали эту самую пульпу, вам необходимо срочно обработать ранку. Лучше всего это делать перекисью водорода. Я делаю обычно вообще салициловым спиртом. Не знаю, можно это или нет. По-моему, можно, потому что он все-таки обеззараживает лучше, чем перекись. Ну, посмотрим. Я один раз всего срезала. Так, аккуратно. Кстати, использую когтерез от HelloPet, очень хороший. Так, ну, в принципе, я думаю, вы тоже смысл уловили. В принципе, наверное, каждый знает, как правильно подстригать когти своей собаки. Поэтому на этом я буду заканчивать свое видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне было довольно сложно его отснять, на самом деле. Возможно, какие-то в съемке были нюансы, которые вам не очень понравились, и мне тоже. Ну, надеюсь, что, в общем, все было информативно. Всем пока!